Чувашский государственный университет имени Ульянова отметил юбилейную дату. Ведущему научному, образовательному и культурному центру республики и страны исполнилось 50 лет. ЧГУ имени Ульянова создавался на базе Волжского филиала Московского энергетического института. Тогда в его структуре было всего 7 факультетов, где обучались более 5000 человек. Сегодня ЧГУ это 16 факультетов и более 18 тысяч студентов. Образование в УЗИ, кроме россиян, получают молодые люди из 45 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы и СНГ. Диплом ЧГУ сегодня котируется достаточно высоко. Вы легко найдете сегодня массу организаций, где ведущие и главные специалисты составляют 90 и более процентов. Это выпускники нашего УЗИ. Это о многом говорит. Примеры из современности. Дорогие друзья, Крымский энергомост – уникальный объект со всех позиций. Не только с точки зрения строительных конструкций. Энергомост Крымский делают наши выпускники сегодня. За эти годы университет подготовил более 113 тысяч специалистов с высшим образованием. Сегодня ЧГУ – инновационный ВУЗ, интегрированный в экономику региона и страны. В ВУЗе реализуются современные образовательные программы, используются передовые технологии. В научной работе активно принимают участие молодые сотрудники университета. Иван Бардасов дважды получал грант президента страны. Примерно 4 года назад был первый грант президента Российской Федерации. Его вручали за синтез новых соединений, которые могут впоследствии пригодиться в области медицины и технологии. А второй президентский грант был вручен тоже по теме химии, за разработку методов синтеза соединений, только с использованием растворителя в качестве растворителя воды. Это как более экологичный растворитель, чтобы было меньше выбросов в окружающую среду. Самым крупным федеральным проектом в Чувашском госуниверситете стал инжиниринговый центр транспортного и сельскохозяйственного машиностроения. На него было выделено 100 миллионов рублей. Разработка трех ученых ЧГУ в 2013 году вошла в сотню лучших изобретений страны. Тогда на кафедре прикладной физики и нанотехнологии получили новое вещество – линейно-цепочечный углерод СП-1. Далеко за пределами республики известна и наша электротехническая школа. Когда университет создавался, строился, взяли направление электроснабжения и по разным другим потом специальностям. И ведь это дало мощный толчок для развития реального сектора экономики. Сегодня ответственно могу сказать организации электротехнического кластера, а их там более чем уже 40 организаций, конкурируют с мировыми компаниями, которые производят товары электротехнического назначения. Сегодня, если взять защиту, автоматику производства микропроцессорных изделий, на федеральном рынке, федеральная энергетическая система нашей предприятии занимает 45%. Это направление 50 лет назад как правильно было выбрано. Сейчас в Чуварском государственном университете работают более тысячи профессоров и преподавателей. Вместе со студентами вуза они формируют новый индустриальный облик республики.